С утра работа известного в Одессе рынка книжка была заблокирована сотрудниками Службы безопасности Украины. В торговых павильонах искали контрафактный алкоголь. Чем закончилось противостояние предпринимателей и силовиков, смотрите в сюжете моей коллеги Мишель Арманд. Мы что-то не знаем. Вы не знаете? Пришли, намотали объекты. Мы что-то не испорчили. Мы сегодня уходим без денег. Вот это вот решено. С самого утра часть рынка книжка на Александровском проспекте заблокирована сотрудниками СБУ. Предприниматели попытались выяснить, почему проводят следственные действия и кого конкретно собираются обыскать. Здесь рынок на всей земельной делянке. Он отменен. Эта земельная делянка отменена. Ее нет. Здесь есть отдельно мафы. Отдельно малые архитектурные строения. Скажите, в каких малых архитектурных строениях будет проводиться область? У всех на территории. Документы. У каждого есть номер. Номер договора у каждого. Прочтите, пожалуйста, и все. А с чего вы взяли, что скасованный цей кадастровый номер? Так вы зайдите в единую карту. Вы же ехали сюда работу делать. Давайте по-другому. Здесь нет. Здесь отдельный мафы. Отдельный номер, отдельный договор. Где конкретно у вас есть документы? На какой договор? На что имя? На цизе. Какая разница? У них договор аренда твердого покрытия. Твердого покрытия. У каждого свой, у каждого человека отдельный. Да, аренда твердого покрытия. У нас нет здесь договора. Здесь 80 человек. Постановление на обыск выдал Печерский районный суд Киева. Но следователь, который пытался провести обыск, не представился и не показал удостоверения. Сотрудник, кем вы являетесь? Я проводжу следующее. А что вы такое? Покажите свое удостоверение мне, пожалуйста. Это мое требование третье уже к вам. Возмущенный предприниматель вызвали патрульную полицию. Вместе с ними на место приехали спецназовцы СБУ. Выяснилось, мужчина, который изначально попытался провести обыск, не указан в решении суда. А следователь из постановления, предположительно, совсем другой человек. Конкретно 6-7 павильонов перекрыли весь рынок. Тут 200 семей, которые в карантин, им очень тяжело. И они хотят хоть чуть-чуть заработать для своей семьи. Вот так грубо прийти. Следователь не представлялся. Его раз семь журналистов просили, журналистам снимать запрещают. Ну, то есть, тут как-то, ну, действительно, что-то не так в этой стране. На данный момент они не могут определиться, что они должны обыскивать, что они ищут. Вот сейчас просто ходят общаются с 15-й сторонки. Ситуация – это просто вымогательство какое-то, мы не знаем, беспредел от нынешней СБУ. Несмотря на протест со стороны предпринимателей, правоохранители все же приступили к работе. Уже позже в СБУ прокомментировали действия сотрудников. Мы не проверяем ринок книжка. СБУ викрила схему ввезення алкогольной продукции и с порушением митных правил без плати необходимых платежей. В рамках этого криминального проведения проверяются и отбываются соответствующие действия за низким адресом. В том числе и на рынке, в известном Одесском. Операцию проводили совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Мишель Армант, Валентин Мирза, 7 канал.